Здоровки всем. Ну что, поехали дальше. Пробежимся по миссиям. Так. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Вот сюда. Миссия не ошибается. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok чё скажут так что вы хотите узнать об а не как насчет тарезы данная как она держится она не слишком хорошо думаю и понадобится время прежде чем снова станет собой мы не знаем как и помочь несчастное дитя но и она действительно любил ее когда их разлучила она часто ходила пещер где впервые встретила и она написала много писем тарезе если бы вы нашли эти письма возможно пещеры и она написала много писем тареза пожалуйста афина расскажи где находится эта пещера пещера с письменная находится каньоне божественного гнева она мне постоянно об этом рассказывала отлично мы можем добыть письма и она для терезы венди права я знаю каньон божественного гнева как свои пять пальцев с удовольствием отведу вас туда бен и кима тоже возьмем бен и кима я пас бен это ходячее проклятие у кима острый язык нет с меня хватит драма да ладно тебе так пошли быстренько здесь чего хреново здесь без миссии я не могу проходить вот это вот субботу хотя очень бы хотелось это вот так вот дело да кстати были обновления может сделать что можно это проходить все по умолчанию я бы не отказался ты в одном окне поинтереснее это все читать а ну к сожалению так она не будет проверим так ладно но тут проверить эти компании миссии смогут проходить было бы весело мяшки дают посмотрим да чтоб тебе говорю нельзя проходить это вот так обломно что же капец просто она пошли по чирик им тут со всеми так это странно возможно мы их правда заблудились похоже на но ким и пен чтобы найти пещеру я не собираюсь искать пещеру с вами ребята и сибири он появится ты снова будешь кричать что я ходячее проклятие спросил корликового панды так похоже во второе зрение полезнее высокого роста но у раз уж вы не можете обойтись без меня так и быть схожу с вами да народ здесь сюжетная линия только меня в принципе привлекает по большей части но еще красивый бои как всегда в принципе а камень духа 10 штук всего маловато почему так много солдат черных драконов те стресса черный дракон не так ли может нам стоит пойти и спросить у венди она всегда знает что делать что думаете что эти солдаты черных драконов могут иметь какое-то отношение к отцу тореза ни в коем случае нет слишком для совпадения просто патруль давайте избавимся от них венди все еще не верит мне спросить ее готова ли она говори держу пари что эти солдат черных драконов подчиняются и при он нет верен просто не может отказаться оказаться здесь если эти драконы и солдаты и подчиняются вереного жизни больше не съем и кусочка плода их забери так вот беда иначе не съешь ну вот-вот войдем к ним божественное огневое скоро узнаем кто выиграет этот парень а кстати дополнительные задания может тобой поставить пройти их все просто по умолчанию ставить автопрохождение дай богу вообще не парить хотя смысл все равно до топовых я не дорасту а сюжет я просру тут топы блин полтора миллиарда чего хотите больше чем дойду до них смысла я в этом особенного не вижу все потихонечку пока улучшаю доспехи прохожу квестики но мне нужно это кстати все равно три оружия не нужно как ни крути тут ничего не поделаешь так коню небожественного огня вот так много пещер у кого письма у Анны вам нужна помощь кем? так у тебя глаза только для красоты что ли? я уже нашел эту пещеру на самой высокой вершине давайте отправимся на самый высокий лик с киком ну с кимом вот только как бы не нарваться на засаду солдат черных драконов а а а а а а а а а у а как ох и а до Да уж, это вам довольно-таки их просто. Победа! Ну вот теперь Пэн своим проклятием и Венди заразил. Ее предчувствие стало реальностью. Так, какая жалуешься, что это не работает наоборот. Я бы попросил, чтобы Иоанна вернулась к жизни, и Тереза перестала бы грустить. Опять мечты. То, что произошло уже в прошлом, нет смысла в этом копаться. Почему ты не можешь просто отпустить? Да нет, я просто думаю, что будь у меня больше сил, удалось бы защитить Терезу и Иоанну. В каких конкретных силах ты говоришь? Ну, если бы мои телепортационные порталы были больше, можно было бы всех телепортеров при первых признаках опасности. Ага, и как же нам увеличить твои порталы телепортации, я не знаю. Ну, наверное, шутишь. Раз ты все равно не знаешь, как их расширить, может, лучше делом займемся, будем письма искать или как. Будем надеяться, конечно же, я просто немного волнуюсь, вдруг Верин все-таки появится. Я ведь так люблю Экзеберин, ну ладно, хватит. Экзеберин, ну ладно, хватит. Не, ну довольно любопытная сюжетная линия, как не против. Окей, Вирион, это и вправду Вирион, ах черт возьми, ну откуда он здесь взялся, ах мой экзиберин. Короче, эспирином буду называть, ну и название. Так, Ким. Этого следовало ждать, пум, такое оно, это проклятие. Пен сказал, что если Вирион появится, кое-кому не видать больше экзиберина, ну или не едать, ну пускай все видать, ну ладно. Это все Пен виноват. Но ведь Вирион отец Терезы, оставшийся в живых родственник, надо с ним как-то помягче, может помягче со мной, очень хотелось бы узнать о чем это бы. Мы пришли не драться, черный дракон, нам нужны письма, которые Ивана оставила Терезе. Да, мы пришли за письма за отец Терезы, и мы не хотим причинять ей боль. Пожалуйста, просто уйди. Письма Ивана оставила их здесь, как? Тереза? Тереза крайне подавлена, она потеряла мать. Отцу даже не пришло в голову навестить ее, чтобы утешить, так что чувствует она себя не слишком и хорошо. Скорее всего, она не захочет меня видеть. Но раз так вы уже пришли ради Терезы, я скажу вам услугу и избавлюсь от пламенных змеев ухода. Змейка-то какая. Подожди, Кузнотеатр называется. Угу, мы нашли письма на Терезе, а вот Верион. Ты его не видел? Такох это больше большой черный дракон. Просто размазня. Жутко беспокоился о своей дочери, но он просто взял ушел. Ладно, пошли же, Мэнди. Нужно как можно скорее доставить письма Терезе. Я что-то не видел в нем никакого дракона, скорее всего, чудика с крыльями. Тоже мне, блин, дракон нашелся. То не до ящерицы, а, блин, то какой-то крень с крыльями. Все ясно. Я надеялась, что Верион навестит Терезу. Но у него, ну, как обычно, смылся. Отдайте эти письма Терезе, пожалуйста. Я их положу в сундук сокровищами в городе. Ох, это письма моей матери. Ну, типа, да. Моя мама настолько рассказала себе в этих письмах о моем прохождении, об ангелах в целом. Я не знаю, что делать дальше. Пошли дракона попинаем. Какого-то черта. Как раз не знаешь. Тут я, конечно, не против сюжета. Он довольно интересен и приколен. Блин. Это переплетение. Давайте ставим здесь дюлей, кому не попадя. Никак не сочетается. То есть, в принципе, кто не читает сюжет, тут вообще не может приехать ни во что, да? Я хочу видеть Мойру. Но не знаю, захочет ли она меня видеть. Может быть, ты ее спросишь? Пошли к Мойру. Так, хотя Терезе... Терезе не удалось убить Балерия ее. Смелость все равно произвела на меня впечатление. Хотя она считалась грешницей, ради нее мы будем приглядывать за Терезой. Пусть она зайдет ко мне. Грешница считается. Так, Мойру, ты думаешь, у ангелов есть еще будущее? У ангелов может не быть будущего. Но мы всегда будем чтить наше прошлое. Почему ты защищаешь меня? Я ведь наполовину дракон. Сейчас ты нужна ангелам. Нужна континенту и Эризиуму. Не важно, кто ты там наполовину. Тогда, моя мать, ты винишь ее. Я видел эту храбрость в битве с Балерием. Когда-то и она была в точности такой же. Она была ангелом до мозга костей. Не совсем я это понимаю, но ладно. В точности такой же. Люди создают жизнь в надежде, что кто-то пронесет их наследие в будущее. Хотя да, пронесет ее наследие мама и я. Еще одного дракона пошли поездим, попинаем бедненького. Хотя это не дракон, это какой-то там ядер. Так, я помню это сейчас. Я приму ее наследие, стал настоящим агелом. Я отомщу за маму, победив Балерия. Да-да-да, удачи. Дайте мне еще одно оружие. Так, Терези стала лучше после разговора с Мойером. Немного неожиданно. Что она говорит, что собирается убить Балерия? О нет. Мой план снова провалился. А что-то ожидала. Провалился, но уж нет. Мы потерпели поражение, потому что Балерия был слишком силен для вас. Если мы найдем способ быстро набрать сил, мы точно... План точно сработает. На, все, конец. Уничтожитель Балерия Черное Пламя не двигается. Собирается на кедре. Почему ты, блин, вот не успел прочитать? Так, согласен... Согласно этим письмям, для ангелов единственный способ стать сильнее это получить признание священной грани. Черные драконы могут усилиться, только пробудив свою драконию силу. В любом случае, Терезе потребовалось бы около двухсот лет. Прекрасно. Так, для начала Дека я посмотрю вот сюда. Ну, вот, конечно, граф 7. Вот на какой я Буэр до этого доходил, кому интересно. Немного раздражает, когда такое происходит. Это подарочные предметы дают. Типа, о, буш на полляма сильнее. Круто, 200 лет ты мне разыгрываешь. Так мы точно не успеем. Неужели Бенди не знает способов быстрее? Я не знаю ни одного короткого пути, но могу посмотреть книги библиотеки. 200 лет подождал. Там бессмертная. Какая разница? Атака драконов нежити становится еще более частой. Вам с Терезой лучше соблюдать осторожность и оставаться в Галантыре. Я скоро вернусь. А что-то не так. Почему у Друг Дракона Нежить постоянно атакует Галантыре? Не придумывай, Тереза. Венди хочешь, чтобы ты осталась в Галантыре? Я об этом позабочусь. Даже если у нас под окнами появится сам. Раз уж об этом прошла речь, неужели Барери здесь? Тереза, пока я здесь, ты никуда не пойдешь. Ты меня запугать пытаешься, Бен. А что если я все равно уйду? Тогда я уйду с тобой. Логично. И Анотос на Толи тоже с нами отправится. Ага, вот теперь ты по-другому поешь. Мы без Аното и Валерия выследим. Валерия. Пойдем со мной. Такие все борзые. Может попробовать все дополнительные задания проходить по-другому. Как-то. Да, я наверное сейчас эту серию сниму. Блин, дальше посижу, подвигаться смысла не будет. Надо конкретно буду подумать, стоит ли дальше сюжет. Порцевать. Так, слишком много драконов нежити в благословенной земле. Может быть нам лучше не ходить и Севинди вернется. Я беру, что у Терезы нет Галантели, она будет волноваться. Так, я не собираюсь сражаться с Валериями. Я просто беспокоюсь, как бы он не напал на Галантели. Это было бы очень опасно. Такой скоростью мы сюда не добраться, верно? В долине сели очень далеко. Драконы уже одержали одну победу, плюс Галантели. Мы должны быть к этому готовы. Тогда давайте возьмем с собой Натали. Она замечательный целитель. Целитель сумеет помочь, если кто-нибудь пострадает. Время от времени даже ты способен подожить хороший план. Пен, давай попросим Натали отправиться на благословенную землю. Хочешь, чтобы я пошла с ней благословенную землю? Нет проблем, заодно собираю звездных цветов. Они отлично подходят для лечения ожогов. Ну хотя да, против дракона идем воевать. Я, скорее всего, дыханием смерти какими-нибудь там хреначить. Но уж точно не огнем. Он воскресший как бы. Хотя, черт его поймет. Здесь чувствую, может быть, все что угодно. Ладно, сейчас это пройдем, я покажу, для чего я хочу оружие собрать. Не только для прохождения портала Асмии. Там еще одна есть фишка. Как с ним? Блин, без этого оружия дурацкого. Какая-то 17-я, что ли, голова нужна? Даже не знаю. Довольно-таки мне здесь интересен, но... Очень уж медленно. Так, где эта хрена тень? О, отряд наемников надо завершить. А, это не эта вот хрена тень, да? Вот эта вот хрена тень. Конечно, можно посражаться, но... Мне нужно все равно оружие. Да, здесь быстрые бои идут, кому интересно. Блин, бедная Тараза, она бухнет. Вы издеваетесь над ней, что ли? Погоди-ка. Каждый раз одни и те же принципы. 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 Как мне их усилить-то там? Вот в чём вопрос. Самые мощные и общий БР у них, настолько мелкий. Хотя мы повышаем боевый рейтинг, да, оружия всё равно надо больше. И быстрый бой, кстати, надо убрать здесь будет. Ну, сто пять тысяч, против кого мы там вообще воюем? Чуть не обратил внимание, что там быстрый бой стоит. А, это вот такие вот по шарам? По шарам, которых я даже пробить толком не могу. Вот это вот мне довольно любопытно. Как будто здесь голышом в трусах поет. Надо разобраться. Это очень странно. Багатни-ка, набор домой. Почему здесь оружие без усиления? Вы просто такой скромный. А я-то понял. не совсем по какой смысл мне снаряжение сетам снаряжение явно не было любопытную в общем народ я так посмотрел прикинул сюжет я меня прохождение закончу есть меня есть конечно не знаю может кому-то и понравилось кому-то нет вообще суть просмотра мало кому понравилось в общем то сейчас включая его на автопилот пусть они то сами бегают развлекаются я как говорится посмотрю посижу кино всем удачи всем пока